в разных континентах, но какое-то время, давным-давно, в моем прошлом, я тоже был москвичом, так что нас объединяет не только день рождения. На самом деле, хотя я предпочитаю пожелать благословления, давать благословление лично в виде людей, но поскольку все меня видят, но я никого не вижу, я хотел сердечно пожелать всех зрителей, всех тех, кто сегодня подсоединяется, где бы они ни были, чтобы Бог им дал крепкого, хорошего здоровья вам, вашим семьям, не только здоровья физически, но и духовно, психологически, во всем, что вы нуждаетесь. Как говорится, благословление в семейных аспектах жизни, что касается заработка, что касается заработка, которую Бог вам дает, и которую вы даете Богу, это ваше отношение к Нему, и, разумеется, здоровья, крепкого, хорошего здоровья, чтобы во всем этом было благословление, не только благословление, но и обширное благословление тоже. Поэтому мне кажется, что я сегодня хотел, тема очень широкая, но хотя бы дотронуться, не хотя бы в какой-то степени, а именно кое-какие темы, о которых Раба советовал. Во-первых, как предисловие, я думаю, что многим из наших сегодняшних зрителей известно то, что Раб на протяжении многих десятилетий давал свое время и благословлял людей, советовал людям. Во-первых, как минимум, то, что напечатано на сегодняшний день, около, а то и больше, 13 тысяч писем. Это только письма на иврите или на идыша. Ответы на вопросы, которые люди задавали, совершенно разные вопросы, совершенно разного уровня, как бы соблюдение касается политики, личных вопросов и так далее, тому подобное. Потом явно то, что был момент, когда люди проходили мимо Раба и просили личное благословление во время так называемых долларов. И также был момент, когда уже письма не писались, но, как на идыше называется, были как бы цетталах, а именно то, что люди или устно, или письменно спрашивали вопросы, и Раба отвечал достаточно коротко, но емко на вопросы, которые касались. И личные вопросы, на которые Раба отвечал, на самом деле охватывают все аспекты человеческой жизни – здоровье, заработок, найти себе сопутника по жизни, отношения к родителям, отношения к детям. Все, что можно просто как бы придумать, все возможные вопросы жизни и здоровья, так или иначе, большинство из них Раба так или иначе как-то осветил, какие-то больше, какие-то меньше. Поэтому понятно то, что за то время, которое у нас сегодня есть, все вопросы совершенно невозможно осветить, я думаю, даже не нужно пробовать. Но я хотел бы в качестве примера дотронуться хотя бы до каких-то конкретных примеров. Хотел бы начать с того, что, как правило, во-первых, люди могут, я думаю, правильно сказать то, что Раба был, безусловно, святым, правильным человеком, но он отвечал на личные вопросы личных людей, а именно то, что какие-то конкретные люди, которые жили не в тех условиях, в которых я живу, которые не говорили на языке, на котором я говорю, Раба им что-то конкретное ответить. Ну, хорошо, это может быть интересно, но как можно сказать то, что что касается этого человека, как-то может касаться меня тоже. Это может быть любопытно и интересно, но почему или как я могу выучить какой-то урок из конкретного письма. На самом деле вопрос весьма хороший, и я бы хотел ответить следующим образом. Во-первых, если взять пример из медицины, например, то, что люди часто там, например, или на интернет, или в газетах читают то, что какие-то научные открытия, и то, что людям с какими-то проблемами не рекомендуется, где так или это. Безусловно, это очень специфический вопрос, но, однако, чаще всего, если врач говорит, то, что кому-то, безусловно, не помешало бы заняться физкультурой и правильной диетой, нет у человека, на которого это не распространялось. Поэтому уже можно сказать, что в многих письмах Рэба есть какие-то понятия, которые чаще всего повторяются, потому что они непосредственно связаны с благословением. И в письмах Рэба, которые отвечали на личные вопросы людей, на личные проблемы, какие бы они ни были, все время замечается ударение на то, что успех или здоровье физически зависит от здоровья духовного. А именно должно быть какое-то прибавление со стороны того человека, который спрашивает, в восполнении заповедей. Как минимум проверить филей, мезузод, нагодность, если они же хорошие, если они кошерные, или, может быть, нужно исправить или улучшить. Безусловно, почти все время также выделять каждый день до молитвы несколько монет над стоком или женщины до зажигания сегодняшних свечей. Все время, безусловно, фактически каждый раз то, что необходимо укрепление веры в бетахон. Это уверенность и вера в Бога, без которой совершенно невозможно. И в третьем то, что есть уроки, ежедневные уроки Тора, названные в хитах, изучение каждый день из книги Таня, ежедневный раздел из пятикнижей из Хумыш, и также чтение тыли. Поэтому, в общем, эти вещи, они по-любому, в какой бы ситуации человек-нибо, Раба говорил о том, что это первая точка, от которой нужно начать. И почему? Потому что подобно тому, как человек как бы сеет поле, в первую очередь нужно поле пропахать. Нужно сделать грудь, нужно сделать почву, в которой можно посидеть зерно, а потом поливать и так далее. И тогда что-то может вырасти. То же самое, когда мы обращаемся к Богу, когда мы хотим богословления, мы должны понимать то, что богословление, которое дается, это то, что спускается как бы сверху. Для этого мы должны сделать себя приемлемым для этого богословления. А это именно является сосудом, духовным сосудом, именно подготавливать себя именно в улучшении, исполнении заповедей, или наоборот, принять на себя обрыв жизни соответственно юбилейскому закону. Сегодня я хотел бы поговорить о три конкретных темы. Во-первых, я думаю, то, что всем интересно, как бы Рэбе отреагировал на сегодняшнюю ситуацию, а именно корона. Понятное дело, то, что это приблизительно. Почему? Потому что в конечном итоге во времена, как бы, Рэбе не писал, что касается такого рода эпидемии, но были подобные случаи, которые, мне кажется, могут очень хорошо или хотя бы нам дать представление все-таки, как к этому нужно подходить. Прежде всего, я хотел бы рассказать короткую историю. Она не столько говорит о ответе, о ответе, о котором давал Рэбе, о его подходе к людям. Как Рэбе видел людей, которые к нему обращались, и как он видел их возможность на самом деле преодолеть те трудности, которые они встречали. Значит, история произошла в 1984 году. Рэбе вызвал к себе в кабинет Рэбе Моша Каталарский, который на сегодняшний день ответствует за послание к Рэбе по всему миру. И он ему сказал то, что ему срочно нужно отправиться на остров Карасау, в Карабийских островах. Там его ожидают миссии. Он там должен встретить конкретного еврея и тому помочь. Моша Каталарский, Флангиер, медленный же взял, купил билеты, отправился. И там он познакомился с евреем, которого звали Гроссман. Еврей, который жил на этом острове. Евреев там было немного. Его сын ходил в местную паблокску и очень страдал от того факта, что поскольку евреев было немного, в его адрес было часто какие-то антисемитические заметки или наоборот даже может быть давление со стороны или друзей, или школы, чтобы он как-то перешел в крестьянцев. Короче, была очень тяжелая ситуация. Рэба Моша посоветовал ему, что делать. И также пригласил отца и сына приехать к нему в Нью-Йорк в гости на праздник Пурим. И так и было. Он приехал в гости. Этот миссик Гроссман провел Пурим с Рэба. Он был чрезвычайно тронут. И в благодарность он написал письмо. Значит, письмо он пишет, что из-за того, что мой английский не такой хороший, это письмо было написано Рэбе Татласскому с расчета, что тот передаст это Рэбе. И там он пишет то, что я маленький еврей, который живет на острове и до которого души дотронулся Рэба. И я не знаю достаточно слов выразить мою благодарность Рэбе. Поэтому я прошу Рэба Моэша, чтобы он это передал вам. И Рэба написал от своей руки маленькую записку. И в этой записке на самом деле заложено очень много чего. И, мне кажется, для нашей темы очень важно. А именно, то, что каждый еврей обладает буквальной частицей Бога. А именно в нем есть в каждом есть божественная душа, в каждой душе есть Творец. И именно поэтому понятия, как маленький еврей, не существует. Другие слова, в каждом еврее эта частица полноценная и в одинаковой мере и нет у кого, у кого ее меньше. Поэтому тот божественный духовный потенциал души, в котором нуждается преодолеть внутренние проблемы, это есть у каждого. Нужно дотронуться до этой точки и дать ему возможность раскрыться. Так что возвращаясь к нашей теме, опять же, насчет короны, я знаю то, что не все, но есть остаточные людей, которые считают, что здесь может быть, как говорится, больше паники, чем на самом деле проблемы или как бы больше страха, чем проблемы. Во-первых, давайте скажем так, что я с этим не согласен, поскольку это на самом деле серьезная проблема, но я хотел привести к примеру следующее. Значит, в 1991 году во время войны в Персидском заливе многие местные евреи, в том числе религиозные евреи очень сильно боялись того факта, что Саддам Уссень, когда он запускал свои ракеты, он грозил, что там будут как бы там будут там будет нервгаз, там будут это будут ракеты, в которых будут заряжены как бы газом, который может убить или на самом деле сильно покалечить много евреев. И было есть чем уверить. Рэб, однако, в то время неоднократно говорил о том, что Израиль это наиболее безопасная страна в мире, наоборот, не то, что нужно оттуда бежать, но это именно самое безопасное место, где нужно находиться и так далее и тому подобное. В результате многие из его хосили решили то, что а чего-то собственно тогда бояться. Зачем носить противогазные маски, зачем закрываться в изолированных комнатах. Нужно просто ходить, как бы ничего ни было, показывая всем то, что мы верим Богу, и все будет хорошо. Равина, любая рабина, во-первых, в общей рабине, в том числе любая рабина, все-таки многие из них убеждали людей, что нужно действовать по законам Министерства обороны, и один любая написал с вопросом, что же все-таки делать. И вот мне кажется, в этом ответе есть многое, то, что для нас тоже очень поучительно, а именно то, что по еврейскому закону есть правило, то, что нельзя отделяться от коллектива. Другие слова, если коллектив что-то на себя принял, еврейский коллектив, человек не может сказать, что я умнее, я лучше знаю, я этим заниматься не буду. Пусть они себе будут здоровы, а я буду делать то, что я хочу. Это делать нельзя. Во-первых. Во-вторых, Ирева привел пример из сыновей Якова, вспомним то, что когда был голод, и Яков хотел послать своих сыновей, чтобы они отоварились в Египте, и они сказали, зачем у нас все есть? На что он ответил Ломатис Ро, зачем вам себя показывать как бы сытыми? Вокруг вас люди голодают, ишмельтяне, сыновья Исива, им трудно, им плохо. Вам хорошо, слава Богу, но зачем вам показывать то, что вы, как бы, зачем вам бросаться в глаза? Поэтому Ро сказал, хотя бы ради этого вы должны делать, как делают все остальные. Но вместе с этим также Тех Башен Хаса Исей Вевен Тот, кто полагается на Бога, верит в Бога, его доброта будет окружать. И вот здесь, мне кажется, вот такой ключевой момент, а именно то, что внешне показывает то, что мы как-то брезгом или не верим, или не полагаемся. Если нужно носить маски, если нужно носить маски пока не отменят. В какой степени мы верим, это правильно, это отдельный вопрос, то больше, то меньше. Но вместе с этим, не дай Бог допустить чувство страха, не дай Бог допустить чувство одиночества. И вот я хотел бы здесь еще несколько моментов, которые касаются опять же непосредственно карантина. Чувство одиночества для многих, тем более у кого нет непосредственно близких родственников, которые бы долго сидели в карантине, это очень сильно давило. И в подобных ситуациях, когда люди писали о том, что они страдают от одиночества, Рома говорил, что стоит ли только всего лишь задуматься о словах Большевского. То, что каждый шаг и каждый момент нашей жизни сопровождает рука Творца, аж гаха против. То, что над каждым из нас есть, как бы Бог управляет и помогает. И это чувство, которое на самом деле необходимо, оно пробудит уверенность и оптимизм. И Рево на самом деле, что касается оптимизма, был невероятно оптимист. Здесь привести такую короткую историю, то, что в 1977 году осенью у Рево был инфарт, и достаточно было, Хасиды были достаточно были озадачены, врачи в том числе. Но Рево фактически сразу хотел вернуться к своему режиму, он хотел обращаться к Хасиду. Почему? Потому что, как он другим объяснил, то, что для него это является подпиткой жизни. И один из врачей сказал то, что Рево, вы знаете, что все-таки есть Митсуфтори, нужно хранить свое здоровье. Вы, будущим религиозным лидером, вы должны быть примером этого. Рево сказал, безусловно, я храню здоровье. Но вы, как он обратился к врачу, сказали то, что если я не буду хранить своим здоровьем, есть 25% шанс, что у меня может быть повторный инфаркт. И как, если я вас правильно понимаю, это значит то, что на 75% я как бы обережен от этого. Другие слова, как бы та же самая ситуация, но вопрос, как ее рассматривать, как на нее посмотреть. Поэтому, мне кажется, то, что поскольку, слава Богу, мы уже начинаем выходить потихоньку из карантина, но мне кажется, что все-таки вот это чувство, что где бы мы ни были, мы должны чувствовать уверенность Творца и пробуждать в себе это чувство, это необходимо. Вторая тема, это вопрос заработка, которых многих все время интересует. Как все-таки, тем более в наше время, ну, немножко Богу помочь, помочь Богу помочь нам? Это вопрос, который все время на протяжении многих десятилетий, даже, вот сказал, тысячелетий евреев беспокоил со времен Талмуда, я хотел бы привести некоторых коротких примеров из Совета Пребуш, как к этому правильно подходить. Во-первых, очень такой забавный, интересный пример, то, что как-то человек написал вопрос, то, что он находится, он партнер в компании, и он чаще всего все время давал деньги из общей кассы. Другие слова, как говорится, компании чек, к нему приходил там, не знаю, раввины, он выписывал чек, и на каком-то моменте партнеры начали немножко ворчать, типа, хочешь давать деньги, ради Бога, иди домой, выпиши свой чек в книге, и тогда все будет хорошо. И здесь я бы ответил две вещи. Первое, то, что судя по всему, из-за того, что то, что дается, не дается с радостью, в других словах какой-то есть все-таки, ну, или сам человек, или его партнеры не совсем довольны тем, что происходит, это влияет. Почему? Потому что, когда человек дает судока, это должно быть с радостью. привести, как в него сейчас кавычу, другой пример, то, что при издании одной из своих книг Рэббэ сказал, то, что те, кто дают деньги на это, они должны давать это полную радость. Другие слова, это не может быть то, что они чувствуют какое-то давление со стороны, что они обязаны это сделать. Но вторая вещь, вторая вещь, мне кажется, здесь очень принципиально, очень важно, Рэббэ сказал, то, что если не отдавать из общей кассы, не издавать от компании, как говорится, откуда же придет благословение в саму компанию. Другие, у всех интересный момент, то, что оттуда, откуда дается судок, туда же приходит благословение. Поэтому, или от из личного счета, окей, значит, тебе будет хорошо на компании, тогда сядь. И последствия, Рэббэ сказал, что так и продолжай, как ты делал раньше, а именно продолжай давать счета компании. Опять же, это был личный ответ конкретному человеку. Я не могу сказать, что во всех случаях был тот же самый ответ, он нам дает немножко представление, как Рэббэ подходил к этому вопросу. Понятное дело, то, что ежедневно привыкнуть каждый день давать судока, это вещь, которую Рэббэ поддерживал сильно, тем более для детей как бы с самого юного возраста, что, во-первых, в бизнесе была копилка, во-вторых, в каждом доме была судока, и в-третьем, что интересно, даже в каждой кухне, на кухне была прибита к стенке копилочка судока. Почему? Потому что таким образом вся кухня, где готовится питание для всего дома, она связана с митцвой, и какой митцвой? Именно с митцвой милосердия и доброты. И это своего рода как бы повлияет на то, что люди будут кушать, тем, что люди будут питаться. С другой стороны, привести тоже интересный пример немножко другого плана, но мне кажется, очень-очень важный. Написано человеку, который был, очень преуспевал в бизнесе, и как-то дела шли плохо, или хотя бы хуже, чем они были, и он писал, и Рэба как бы жалует, что вот как же так, за последний год вот все в дух и красного. И Рэба ему ответил очень интересную вещь. Он говорит, интересно, смотри, год тому назад ты мне писал, что там ожидаете ребенка или хотели бы ребенка. Вот ровно через год посмотри, что тебе Бог да дал. Он тебе дал того, что у тебя раньше не было. Ты ожидаешь ребенка. Ты и твоя жена оба здоровы. И только из-за того, что временно у тебя на счету стало менее денег, вдруг все испаряется. Вдруг духом-то упал и куда-то пропал. Что с тобой происходит? Неужели временное отсутствие денег как-то влияет на тот факт, что тебе так много, за что ты можешь быть благодарен? Посмотри вокруг и будь счастлив. И Рэба привел цитату Салмудра, которая говорит о следующем. То, что если у человека есть достаточно на сегодня, и он переживает, что у него будет завтра, это недостаток веры. Почему? Потому что если до сих пор Бог тебе помогал, и у тебя было все, что у тебя должно быть, почему ты должен переживать за Бога, что Он тебе сделал через год, если у тебя, во-первых, сейчас есть, даже в случае этого человека хватало надолго, и вдруг что-то не изменилось, и вдруг ты перестерялся. Это исходит из того, что человек на самом деле не понимает, откуда к нему приходит на самом деле благословление. Почему? Потому что физическое, материальное порноцитие заработок непосредственно связано с духовным, а именно, когда человек на самом деле укрепляет свою веру и прибавляет в исполнении заповеди, и конкретно в самой Митрис Дока, именно, именно, когда он видит то, что в бизнесе тяжелее, это не тот момент, когда нужно урезать в этой Митрис, а наоборот, нужно наоборот прибавить, и таким образом Бог ему прибавит. И хотя бы осталось пару минут, и здесь много о чем можно поговорить, и тогда, может быть, в дальнем выберем какие-то конкретные темы, и зрители хотели бы предложить какие-то темы, но на тему, как рассматривать всяческие сны, глаз, и так далее, и тому подобное, хотя есть много разных примеров, у нас времени так много осталось, но достаточно сказать, что раб однозначно говорил людям то, что евреи полагаются на Бога, и все, точка. На это не нужно обращать внимание, про это не нужно думать, и наоборот, когда человек чувствует какой-то страх, что он, да, должен сделать это в себе, пробудить чувство веры в Творца, и тогда на самом деле этого спасет от всех остальных каких-то проблем и так далее, в том числе кладовства, и гадалок, и тому подобное. Это не вопрос, если это правда или неправда, а изначально то, что на евреи это не распространяется. И если он чувствует, что все-таки что-то идет не так, хорошо, значит, у тебя есть уже возможность, значит, что где-то нужно что-то наладить, делай, но это должно быть с радостью, это должно быть с уверенностью, и именно это, эти вещи, это то, что влияет на дальний результат, как говорится, тракт, дозангут, сама мысль улучшает и исправляет ситуацию. Думать положительно это не только делает настроение, это меняет реальность, в которой человек живет и в которой он в дальнем будет жить. Так что желаю всем чтобы в их жизни жизнь была наполнена светом и счастьем, чтобы они были сосуды до благословления, и чем больше они будут проводниками, если так можно сказать, для милосердной ситуации в действии, в мысли, в словах по отношению к другим, это, безусловно, поднимет их и поднимет их состояние и на самом деле поставит их совершенно в другое состояние, в другое положение. Так что, по-моему, наше время подошло к концу. Спасибо огромное опять Раф Блох за потрясающую лекцию и опять Мазальтов от всех нас. И мы продолжаем. С нами был, опять напоминаю, Равин Эли Блох, посланник Львадского Рэбе, директор Хабада Офрико Парк в Квинсе. Огромное спасибо и опять с днем рождения от всех нас и только Майло, Майло, выше и выше на всех уровнях. И, мои дорогие, мы продолжаем, мы не останавливаемся, потому что мы в этом потрясающем марафоне знаний, потрясающем марафоне и я хочу сказать и хочу сказать также